виталий приветствую тебя среда на календаре соответственно наш с тобой традиционная встреча фундамент техника формат называется battle да и в целом я думаю что наши с тобой рекомендации позиции они оправдывают такое название потому что мы с тобой очень редко сходимся во мнении может быть это и хорошо это абсолютно разные точки зрения друзья аргументированы с моей стороны со стороны виталия поэтому вам остается только лишь выбирать то что соотносится с вашим видением рынка и на основании этого уже конкретно торговать открывать сделку и зарабатывать мы с виталием традиционно продолжаем держать вас в курсе находим самое интересное говорим о самом актуальном чтобы у вас было по максимуму информации сегодня опять же как и в прошлый раз когда мы с тобой в прошлую среду собирались перед но он фарма мы с тобой говорили о том что вот волатильность грядет и движение на рынке будут интересные опять же в четверг и в пятницу картина та же самая что и неделю назад крутые отчеты уже на конец недели идут то есть мы с тобой увидимся в следующий раз в понедельник уже по горячим следам от данных по инфляции и заседания европейского центрального банка так в двух словах это конечно же очень мощный фон с одной стороны для доллара мы все прекрасно помним как месяц назад точно такой же отчет по инфляции стал причиной мощных движений доллара потому что инфляция это как раз то что влияет на решение фрс по процентной ставке мне кажется на рынке сейчас нету более интересной более такой фундаментально значимой и резонансной темы как когда же фрс изменит процентную ставку и откажется от таких объемов программы количественного смягчения и вот во всем что сейчас публикуется по статистике пытаются найти ответ на вопрос когда же произойдет даже фрс начнет сворачивать программу количественного смягчения либо сделает однозначный всем понятный намек на то что это неизбежно но пока этого не происходит мы видим статистику разного рода сильную плохую причем фрс по большей части своих голосующих членов отстаивают идею того что не пришло еще отказываться от стимулов но все может измениться вот даже предстоящий отчет по инфляции который выходит завтра он понятное дело будет выше чем месяц назад все готовятся к тому что рост инфляции будет может быть даже до рекордных уровней как в основном потребительских цен так и по базовым но неясно станет ли это триггером для того чтобы фрс пересмотрел свою позицию либо мы опять после инфляции слышим комментарии о том что рост это временное явление которое вызвано там смягчением карантин ограничений дефицитом сырья товаров проблем с рынком труда и через какое-то время все нормализуется короче мы вот заложники такого новостного фона но опять же с другой стороны хорошо когда такой новостной фон есть когда рынки тухлые без движения это плохо точно могу сказать я думаю что ты как человек который также прекрасно разбирается фундаментальном фоне со мной согласишься что четверг и пятница обещают быть очень волатильны и еще заседание европейского банка опять же а те кто спекулирует европейской валюты завтра тоже не хочется переоценивать конечно же влияние цб но это заседание который также будет рассматриваться анализироваться трейдерами с позиции того готов ли цб отказаться от стимулирующей политики после последних макроэкономических данных и прогнозы вот я сегодня виталий видел я часто просматриваю у меня постоянно блумберга включен или включен правильно все выбирают сами прогноз от bank of america что даже медианная такая оценка по евро доллару что ближайший квартал то есть получается январь февраль март апрель май и июнь до конца этого месяца европейская валюта может добраться до уровня 124 ну я как покупатель евро был бы не против чтобы евро так хорошо летела но все будет зависеть от того как рынка отреагирует на завтрашнее заседание европейского центрального банка в общем посмотрим давай тогда к идеям они в принципе вяжутся с тем что мы ожидаем такие важные события потому что прошлый раз мы разбирали доллар и евро так секундочку демонстрации ну и плюс возможно завтра будет такая риторика по вот и цб допустим и европе тоже не выгодно дорогой евро для экспорта поэтому возможно какая-то риторика будет потому что евро в принципе находится на максимумах за последние несколько лет и так принципе за последние там даже много лет где-то около пяти лет и даже чуть больше мы находимся на исторических максимумах возможно что-то скажут посмотрим да так ну что демонстрация пошла сегодня экономический календарь он не так уж и изобилует отчетами данные по запасам будут и еще в понедельник я предлагал тебя тебе если есть возможность там с позиции техники на канадца посмотреть потому что не банк канады и заседание соответственно реакция по канадцу тоже может быть интересно так ну ладно по индексу доллара в прошлый раз сделка была с с обзорами 90 пунктов мы вот принципе по индексу доллар общимся рядом с этим значением уже не первую неделю даже не один месяц бывают локальные то походы и вверх и ниже все равно к 90 возвращаемся рынку нужен тренинг катализатор и забегая вперед могу предположить опять же что этим триггером станут либо завтрашние данные по инфляции которые выйдут в 15 30 по московскому времени либо уже итоги заседания фидрезерова через неделю но в любом случае осталось ждать совсем недолго этой перспективы двух недель и пакса должны раскачать либо оправдается опять же твой прогноз когда циклический доллар уйдет к новым локальным максимум и продолжит развитие восходящей динамики либо буду прав я когда доллар еще попробовать добить до значений в районе 89 50 или даже 89 и считаю что завтра в принципе после выхода данных по инфляции может быть всплеск интереса к индексу доллара но как и в прошлый раз как и месяц назад этот позитив для бакса должны погасить чиновники фрс такими же заявлениями как и в прошлый раз что рост инфляции был ожидаемым но он временный и он никак не повлияет на будущее решение по процентной доставки такой сценарий для меня в приоритете поэтому я сохраняю прежнюю сделку принципе я и анонсировал там целями 89 евро против доллара друзья это валютная пара которая коррелирует с динамикой американского доллара сделка была с уровня 1.22 покупку сейчас 12176 разумеется ожидая слабый доллар я сохраняю свою позицию вам по европейской валюте все будет зависеть от реакции рынка на завтрашний отчет все будет зависеть от доллара с позиции европейского фундамента могу сказать что вчерашний отчет по бизнес оптимизму зью он может быть и не дотянул до значений которые мы видели месяц назад когда индекс оказался на максимуме за последние 20 лет но все равно остается на высоких значениях и в принципе продолжает общую такую тенденцию европейскую сильные статистики которая позволяет сейчас инвесторам с большим интересом смотреть на европейский фондовый рынок посмотрите вот на евростокс который пока американский фондовый рынок не дотягивает до максимум евростокс фактически каждую неделю переписывает эти максимум то есть европейский рынок становится все более более интересным может быть опять же интерес к фонде через конверсионные сделки через евро будет еще одним триггером для того, чтобы европейская валюта выросла. Я продолжаю периодически, когда срабатывают короткие стопы, перезаходить в евро, потому что думаю, что евро может показать еще локальные максимумы. И в начале этого выпуска, в принципе, я прокомментирую прогноз от Bank of America. Не я один смотрю по бычьему в отношении европейской валюты. Так, золото, которое сейчас котируется на отметке 1880 на 9, это как бы общая тенденция. По-моему, я уже говорил о том, что вот лично для меня, как для трейдера, который любит золото из-за того, что это очень интересный инструмент с учетом фундаментального фона сейчас и роста инфляции, к золоту нужно присмотреться. Почему? Потому что завтра, как уже было отмечено, подтверждение значительного роста инфляции может стать причиной интереса к золоту, как к страховке от этого инфляционного давления. И еще я смотрю на рыночные настроения, постоянно их анализируя. Буквально до вчерашнего дня перевес был на стороне собственно продавцов, а точнее покупателей. Большая часть трейдеров оставила, ну в рамках нашей компании, компания Markets, на то, что золото будет расти. И это меня останавливало, чтобы открыть длинную позицию. Сегодня я вижу, как расстановка сил меняется. И большинство уже за то, что золото будет снижаться. Перевес еще не настолько, чтобы мощный и значительный, чтобы прям точно сказать толпа золота шортит. Сейчас это 60-40. Но я думаю, что при таких темпах, как меняется настроение в моменте, мы можем увидеть 70-30 распределение уже, например, к завтрашней торговой сессии. Я сегодня уже начал рисковать, покупая золото прям с текущих уровней. Если кому интересно, друзья, можете присоединиться к моей точке зрения, к моей позиции и тоже выкупать выше отметки 1895 с целями на уровне 1950. Причем стоп-лосс можно будет поставить на отметке 1875. Бренд у нас был, но мы не достигли моей отложки. Бренд продолжает расти. Нефть поддерживает прогноз Всемирного банка, хорошее ожидание снижения запасов, да и в целом ожидание того, что спрос будет расти. Я думаю, что сегодня, наверное, без комментариев в отношении рынка нефти, просто обращаю внимание, что рост цен на нефть обычно влияет на канадский доллар позитивно. И вот сейчас я предлагаю посмотреть на канадский доллар. Сделка селлимит с уровня 1.21.35, стоп-лосс 1.21.85 и ждем пару на отметке Take Profit 1.19.50. Заседание Банка Канады, и я рассчитываю все-таки на жесткую риторику. Канадский регулятор ранее свернул программу количественного смягчения с 4 до 3 миллиардов канадских долларов в неделю. Может быть, этот тренд продолжится и сейчас. Тем более, что последние отчеты в целом не разочаровывали. Если такая риторика действительно будет, то в купе с ростом цен на нефть, мы должны дожать поддержку 1.20. Это прям моя заветная цель, Виталий. Я очень долгое время настроен уже добить этот уровень и стараюсь найти информацию, фундаментальный фонд, чтобы оправдать такие ожидания. Ну что, слово тебе тогда. Сейчас посмотрим, будет ли работать. А то в прошлый раз у меня демонстрация экрана не работала из-за плохого интернета. Итак, ну в общем, картина такая. В понедельник я еще говорил удерживать шорт евро-доллар, лонг индекс доллара. Это еще мои рекомендации с прошлой и позапрошлой недели. Они уже в принципе неплохо себя отработали, но на текущую картину я в понедельник предполагал, что возможно и буду покупать при каких-то определенных условиях и согласен был с тобой о покупках. На текущий момент ситуация чуть-чуть такая не совсем понятная на 100%. Я вчера еще писал комментарий под прошлым видео, которое на маркетсе опубликовано, битва за понедельник. Я еще пока склоняюсь к индексу доллара лонг. Пока индекс доллара не пройдет минимум прошлого месяца, это в районе 89.50, а еще лучше пройти 89.15. Это минимумы, которые были поставлены еще в начале года. Я пока буду склоняться к лонгам по индексу доллара. В принципе, это все коррелирует по всем парам. Это евро, франк, фунт, НЗД, австралийский доллар, канадский доллар. Конечно, если и шортить, то сейчас не платить ценам для индекса доллара и евро-доллара для покупки, что покупаешь. Но пока я склоняюсь к покупкам индекса доллара. Это текущие 90 пунктов со стоп-лосом за в районе 89.50. Я думаю, что мы, возможно, сделаем локальные цели, которые были на прошлом деле. Это в районе 90.50. И будем надеяться, что дальше будем расти. Если все-таки цена уйдет 90.50, можно без убыток ставить. И надеяться часть закрывать позиции. Посмотрим, как все-таки завтра реакция будет на новость. Евро-доллар аналогично. Я бы пока по евро-доллару, конечно, сейчас цены интересны для покупки, но я бы все-таки тоже больше покупал евро, когда оно будет пробивать прошломесячные максимумы. Это в районе 21.22.50. Потому что с текущих мы еще торгуемся в импульсе, который был на прошлой неделе, вот этот красный бар. И мы неплохо откупили на нонфармах. Но пытается как-то завернуть. Я не знаю, сегодня ли будет падение. Возможно, навряд ли. Но все, что ниже 1.22, со стоп-лосом в районе 1.22.50, я бы евро рассматривал на шорт с локальными целями. Это 1.21. И, возможно, мы дальше пойдем вниз. Если сегодня или завтра на новостях мы пройдем вот эти все хаи, то риторика моя будет меняться. Поэтому пока сохраняем индекс доллара лонг, евро, шорт. По канадскому доллару, да, есть сильный уровень. Там, где ты саллимит выставил. Но здесь тоже такая сложная ситуация. Могут с этого накопления, практически мы месяц здесь торгуемся, и прострелить как-то и наверх сегодня на новостях. Поэтому я пока больше к лонгам здесь склоняюсь, возможно. Хотя здесь такой флажок на шорт. Но очень похожая ситуация по всем инструментам. Пока здесь золон и еще фунт-доллар. Здесь тоже, если мы сегодня удержим уровень, в районе 1.41.80, 1.42. Здесь тоже неплохое накопление. Могут скорректироваться вниз и показать даже сильное падение. Но посмотрим. Если, конечно, сегодня мы не вынесем вот эти все хаи, которые были с прошлого месяца по данному инструменту. А так пока сохраняю идею на рост доллара, понимаю логику и ослабления доллара, и с фундаментальной точки зрения. Плюс мы, если так посмотреть, да, евро, индекс доллара, фунт-доллар, мы находимся на максимумах, да. И вот эти максимумы без сильных коррекций, возможно, придется чуть-чуть скорректировать, если дальше будем расти. Хотя я тоже, когда говорил, что Банк of America прогнозирует, плюс я смотрел аналитиков, которые там, скажем, с области волнового анализа, большинство видят евро-доллар лонг, достаточно сильный, там 1.25, возможно, и выше. Некоторые вообще видят там космос. И это тоже настораживает. Хотя, с одной стороны, это неплохой вид анализа, но если все там видят сугубо лонг-лонг, то это, возможно, сыграет с ними, скажем, в обратную сторону. Ну, посмотрим. Пока вот такое. Ну и по золоту, в принципе, то же самое. Понимаю, там долгосрочный лонг, но картинка технически аналогично одинаковая, что с евро-долларом, что с индексом доллара. Возможно, пойдет более сильная коррекция. Еще раз прошло недельным минимумом, то есть трендовый, где-то сюда. Пока не пройдем вот этот максимум, там, 1912, еще на прошлой неделе говорил неплохой уровень сопротивления. Мы от него уже раз отбились, достаточно неплохо. Около 60 долларов, достаточно сильная коррекция. Как-то вот так. Какое у меня вот такое мнение. Оно все контртрендовое, но посмотрим. Наверное, сегодня вариант движения не будет. Уже завтра. Да, действительно, движения основные пойдут уже под конец недели. И в понедельник мы с тобой обязательно обсудим все, что уже рынок покажет. Точно будут совершенно другие уровни, нежели чем сейчас. Потому что фон такой. Еще раз напоминаем, друзья, что завтра сразу же вниманию трейдеров будут представлены данные по инфляции и итоги заседания Европейского центрального банка. Поэтому контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов, обязательно стоп-лоссы. И вообще более осознанно ходите к трейдингу, потому что рынок очень коварная штука, которая может зачастую показать себя не так, как вам бы хотелось, и активы пойти не туда, куда вы думаете. Ну и плюс можно добавить, есть сильное накопление по всем инструментам, будет хорошее движение. Плюс, возможно, даже лучше взять поменьше объем, чуть-чуть побольше стоп-лосс, потому что может быть завтра какие-то забросы в какую-то сторону. Любую. Если вы покупаете евро, то, понятно, чуть-чуть, возможно, стоп побольше. Потому что, как вариант, могу закинуть. Или тоже, если там кто шортит евро, тоже чуть стоп-лосс побольше. Хотя, в принципе, стоп-лосс, который я выстоял, он, думаю, достаточен. И по индексу доллара аналогично. Может быть какие-то шпильки. Возможно, нет. И плюс соблюдать риск, потому что, если пойдет евро в лонг или в шорт, то может очень хорошо провалиться вверх или вниз. И не нужно там без стоп-лосса входить, надеяться, что вдруг прокатит. На прошлой неделе выкупили евро, и сейчас выкупят. Могут провалить так вот. Золото, допустим. На прошлой неделе провалили за день на 50 долларов. То есть это достаточно сильное движение. И ты не знаешь, что это коррекция, или мы еще на 100 долларов неделю следующую уйдем. Поэтому вот так. Это верно. Виталий, еще раз тебе спасибо. Хорошего у тебя завершения этой недели. И хороших выходных. До встречи в понедельник. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok